Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пемненко. Сегодня у нас в гостях Роман Викторович Антоненков, депутат сета депутатов городского округа Люберцы, главный врач Люберецкой стоматологической поликлиники. И мы уже не первый раз встречаемся, но депутат есть депутат, поэтому приходит время, когда депутаты изъявляют желание, приходят к нам в студию для того, чтобы рассказать о своей работе. Ну, о работе я имею в виду депутатской, конечно же. Ну и во второй части мы так решили с Романом Викторовичем, что мы поговорим и о его основной деятельности, потому что все-таки стоматологией люди интересуются, и лечение зубов их так же волнует, как и депутатская деятельность. Здравствуйте, Роман Викторович. Здравствуйте. Ну, начнем с депутатской работы. Помнится, когда мы с вами первый раз общались, все-таки это для вас был немножечко новый такой шаг в жизни общественный, да, общественная такая серьезная уже нагрузка. Сейчас там вам уже полегче работать депутатом, уже все, попривыкли вы к этому проекту? Ну, естественно, были какие-то новшества в работе. Перестроиться пришлось немножко. Не критично, но все равно, да, перестроиться. Сейчас уже работа идет полным ходом, все хорошо. И команда создали людей, которые вам помогают. И с активом работаете тех людей, которые представляют избирателей. То есть все получается? Естественно, да, и команда создана, и у нас вот первый округ, и мои коллеги по округу депутаты, то есть мы так достаточно сплоченно работаем, и помощники у меня есть, которые, каждый отвечает за свои определенные задачи. А вот какие на сегодняшний день, с чем приходят люди, какие в основном проблемы их волнуют? Потому что когда к нам приходят ваши коллеги-депутаты, которые связаны с ЖКХ, ну, с каким-то бытовым, скажем так, направлением, понятно, что они с радостью докладывают, что вот у нас в домах тепло есть, и если что-то случится, у нас есть, ну, чем, так сказать, отремонтировать, есть бригады. А к вам с чем приходят? С такими вопросами тоже приходят, не без этого. Есть проблемы на участке, и мы стараемся их решить. Разные вопросы, но больше, прежде всего, это что касаемо медицины. Ну, потому что к врачу всегда же легче прийти и рассказать то-то, то-то, то-то. И что, какие вопросы задают? Что-то не устраивает людей, или они не в курсе каких-то возможностей? Потому что ваши коллеги, мы с вами говорили, приходят, многие не знают, что без диспансеризации, бесплатно, что есть определенный список там, ну, может быть, не всегда самых лучших, но определенных лекарств, которые должны быть, оборудование, как говорили нам коллеги, пока еще к нам доходит, которое было заказано. Собственно говоря, понятно, что существует человеческий фактор, но что все-таки, на что жалуются? На самом деле, правильно говорить, не хватает где-то информации у людей. Многие люди не знают, что им положено, что они могут получить. А вот это полис? Да, что входит в систему госгарантий, что не входит. И опять же, у нас всегда было так, что есть доктора, к которым все хотят попасть. Любой специализации, то есть, к этому не хочу, к этому не хочу, а вот к этому хочу, а там очередь. Да, то есть, и вот этот вот момент, как попасть, и вообще, возможно ли записаться, то есть, вот это очень часто задают такой вопрос. Но сегодня же есть система, давайте уж тогда ответим на него, что, во-первых, человек же не может работать круглосуточно, да, все равно выстраивается определенная очередь. То есть, если человек готов ждать там, ну, разные есть направления, могут и месяц ждать, да, и два. Есть такие люди. Ну, в московской области месяц-два такого нет. То есть, сейчас МИЗДРА в московской области. Ну, просто не запишешься, физически не запишешься. На три недели вперед можно записаться. Больше стоят жесткие требования, то есть, о доступности к любому специалисту. То есть, требования есть? Есть требования, время на выделенный прием и так далее. То есть, МИЗДРАФ очень четко контролирует эти моменты. И ваша задача объяснить людям, что не обязательно всем к одному идти специалисту, да? Где-то, да, и такие моменты есть. Где-то, если именно к этому специалисту нужно, то придумаем, как это сделать. Находим время. Опять же, все зависит от ситуации. Непосредственно, непосредственно диагнозы и так далее. Терпит это, не терпит. Может быть, до приема нужно пройти какое-нибудь диагностическое обследование. Заранее, чтобы быстрить процесс. Чтобы не терять время, значит, пациент приходит к доктору, доктор говорит, вам нужно на КТ. Да, и все. И, во-первых, пациент уже вроде доволен, что уже что-то делают. Правильно? Ну так, чисто психологически. Да, работа идет. Все проводится. А вот это то, что записывается конкретным фамилиям, это не потому, что те специалисты как-то плохо себя показали? Просто из-за того, что просто популярностью человек пользуется? Или бывает такое, что не так доктор и посмотрел, не так послушал? Бывает же. Знаете, вот эта вот оценка, она может быть субъективной. А я как раз и говорил, субъективная. Да, то есть она может быть субъективной. Наверняка же так обращались к вам, говорили об этом. Да, естественно, обращались пациенты, что где-то какие-то и конфликтные ситуации бывают и так далее. И не всегда, это далеко не всегда, это говорит о том, что этот доктор плохой, либо у него не хватает знаний, опыта. Ну, человеческий фактор с двух сторон, да, мы сошли абсолютно. Дело в том, что пациент априори, он приходит с какой-то проблемой. Он изначально настроен, да. Здесь и психологический фактор, и часто это сопровождается болью. Когда что-то болит у любого человека, здесь уже... Не до этого, да. Не дай бог какая-то очередь, либо еще какие-то проблемы, заполнение какой-то дополнительной документации. То есть это на этом, на всем человек просто взрывается. Ну, и ему кажется, что все против него, хотя это может быть на самом деле не так, и вам приходится разруливать как-то эту ситуацию, если к вам обращают. Вы же не можете сказать, нет, я этот вопрос решить не могу, до свидания. Вы обязательно должны помочь своему избирательству. В любом случае, да. То есть я связываюсь с коллегами, с моими других специализаций, с руководителями других медицинских учреждений, обсуждаем, смотрим вместе медицинскую документацию, да, приходим к какому-то общему знаменателю. То есть у вас дополнительный такой медицинский прием идет? Даже не совсем по вашей конкретной медицинской специальности. Ну, в общем, да. Получается. Хорошо. А еще с чем приходят? Денег, наверное, приходят просить, не зная, что у вас их, что вы только свои можете отдать. Если... Бывает и такое. Да, все депутаты говорят, я сейчас говорю абсолютно искренне, да. Не для того, чтобы, так сказать, восхвалять наших депутатов, а я с удивлением, вот уже сколько интервью мы провели, что депутат даже создает свои деньги, потому что все-таки у депутатов, Совета депутатов нет. Нету зарплаты, и нету денежных денег. которые выделяются нам на работу. То есть это абсолютно общественная деятельность, ничего не подкрепленная. Да, направить там к областному депутату. У вас выстроена эта вот вертикальная работа? Естественно, естественно. Когда вы чувствуете, что действительно человек достоин такой серьезной помощи. Есть областные депутаты, которые прикреплены к нашему городскому округу. Мы прекрасно общаемся. И до того, как я еще стал депутатом городского округа, мы все с друг другом общались и знали друг друга. И продолжаем работать. И они мне периодически тоже ко мне обращаются с вопросами, что касаемо медицины, в частности, стоматологии. Потому что есть определенные проблемы. Очень часто обращаются люди с вопросом по льготному зубопротезированию. Да. Оно вообще существует? Оно существует, оно есть. Единственная, скажем так, основная проблема, частый вопрос в том, что, скажем так, люди пенсионного возраста, пожилые люди, у которых есть инвалидность, они уже не могут претендовать на эту льготу. Потому что они получили инвалидность, у них идет индексация пенсии, им доплачивается определенная денежка к пенсии. И, соответственно, согласно законодательству, у них эта льгота по льготному зубопротезированию убирается. То есть они считаются, что они могут отложить из своей пенсии и потом заплатить ее. Ну, считается так, да. Понятно. И тут тоже возникают сложности. Возникают вопросы, да. Потому что, если человеку дали инвалидность по какому-то основному заболеванию, и, соответственно, идет вот эта доплата денежных средств, то есть это, в принципе, расчет идет на что? На то, что он на эти денежные средства покупает какие-то лекарственные препараты. Вот сказать о лекарственных препаратах, возвращаясь к теме медицины, ну, мы знаем, да, что у нас сейчас замещение, импортозамещение и так далее. И опять же, люди, которые, к сожалению, болеют, и переубедить их в том, что вот это лекарство там ничем не хуже, или, по крайней мере, ну, да, оно не импортное, но оно работает и так далее. У нас на сегодняшний день в медицинских, так как вы все-таки отвечаете тоже в какой-то степени на вопросы граждан, хватает вообще этих средств, которые, я так понимаю, обязательные какие-то есть лекарства, которые должны присутствовать? Есть перечень лекарственных препаратов, которые бесплатно выдаются, достаточно большой перечень. Это работает пока. Это работает, это достойно работает, и, опять же, Минздрав очень сильно контролирует Минздрав Московского все эти моменты. Сейчас в Московской области, вот именно в направлении здравоохранения, вот идет и проходит большая цифровизация, то есть прям мощная, то есть сейчас все направления максимально, то есть делаются CRM-программы, все полностью везде контролируется, так, чтобы удаленно руководитель разного звена мог контролировать, на каком этапе происходит работа. Ну вот во второй части тоже поговорим об этом, потому что, мне кажется, вот я уже тоже вашим коллегам говорил, что медицина начала работать с компьютером, наверное, одна из первых у нас, то есть вот эта система, и вроде так недавно все было, на самом деле уже давно. И образование, и медицина. Да. И образование медицины. Но тут еще пришел, когда, к сожалению, ковид, он образование даже немножечко ускорил, да, этот процесс, потому что сразу началась компьютеризация какая-то сумасшедшая. Вот. Но возвращаясь к теме депутатской работы, скоро первая часть наша закончится, вы как-то отчитываетесь, вы встречаетесь с людьми, как проходят эти встречи, где вас могут найти, и как у вас идет прием? Естественно, есть определенные отчеты. Мы отчитываемся и перед Егидой России, потому что я являюсь членом партии, и на Совете депутатов. Есть определенная форма, также и в электронном виде, соответственно, да, ну, современный мир. Прием у меня проходит в Либерецкой стоматологической поликлинике. Каждую среду у меня в два часа начинается прием населения. Но, как правило, то есть, учитывая, что я постоянно на работе, то есть, приходят люди и... И привязываются к этому. Ну, да, и без приема, без всего, приходят там, да, по каким-то вопросам, да, и стараешься сразу помочь. Вы чувствуете, что как депутата вас лучше уже узнали? Все-таки вы были новым лицом, ну, скажем, не в округе, но новым лицом на должности депутата. Больше стало людей обращаться? Почувствовали, что вы можете им помогать в решении каких-то проблем? Людей, естественно, стало больше обращаться. Я бы сказал, что больше обращаться стало не по вопросам медицины. Вот, то есть расширился спектр вопросов. То есть по вопросам медицины это как было, так и осталось. То есть вы вместе с такими запросами сами осваиваете теперь и другие направления. То есть таким многопрофильным становитесь депутатом. Сейчас сделаем тогда небольшую паузу, и вот тут во второй части уже поговорим, но, мне кажется, на вашу, все-таки, наверное, любимую тему, потому что главный врач Люберецкой стоматологической поликлиники ну, просто обязан знать о стоматологии современной все. Для нас, ведущих, это тоже зубы, это все, правильно? Для актеров и для любого человека зубы – это, как говорят, тоже такое место, где могут начинаться нехорошие вещи, потом весь организм может болеть. Поэтому Роман Викторович Антоненков у нас в студии. Депутация – это депутата в городском округе Люберцы. Ну, а вот о стоматологической его деятельности профессиональной поговорим после небольшого перерыва. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, Роман Викторович Антоненков. Здесь у нас в студии депутация – это депутата в городском округе Люберцы, главный врач Люберецкой стоматологической поликлиники. В первой части мы поговорили о его депутатской работе и выяснили, что ему приходится теперь осваивать новые направления деятельности, как депутат, наверное, должен и за лампочки, и за шлагбаумы, и за подъезды отвечать. Бывает такое. Вернее, помогать решать эти вопросы. Но все-таки основная работа вообще – главный врач. Чем отличается от обычного врача? У него как раз добавляются еще вот эти вот обязанности за лампочки. На месте. Да, на месте в его учреждении. Главный врач отвечает за работу всего учреждения. Ну и за команду тоже. Естественно, да. Вот я всегда хотел поинтересоваться. Врачи, они же разные бывают. Бывают хорошие врачи. Но каждый общает человеческий фактор. У них же есть все-таки какое-то право на ошибку. Как им влетает от главного врача, если действительно пациенту что-то было не так немножко сделано? Бывает такое? Бывает. Не скрою, бывает. И чего? Разнос устраиваете? Ну, во-первых, если мы берем на работу нового доктора, то есть есть испытательный срок. Ага, где может все произойти, я понял. И мы, естественно, контролируем. То есть после лечения каждого пациента, снимки. Смотр, снимки. Ну, каждого пациента, естественно, ты не будешь дергать, посмотреть, что там, да, но после окончания лечения контрольный рентгеновский снимок, да, это все делается, и мы смотрим, проверяем. И на этом этапе мы уже понимаем, подходит доктор в нашу команду или не подходит. К сожалению, бывает так, что не подходит. Да. Я так понимаю, что в этой профессии, она же сродни немножко и талантом, таланту, то есть бывают такие люди, вот от таланта лечить зубы. Естественно. Что он вроде делает все то же самое, вот не на вашей, сейчас кредитике, а вообще, да, возьмем такую среднестатистическую. Работает три доктора, все делают правильно, никаких нет нарушений. Но одного это прям получается вот просто идеально. Ну, конечно, мы все разные, да, чем как бы мы хороши, да, все люди, да, потому что мы все разные. У каждого какие-то особенности, кто-то может на велосипеде лучше ездить, кто-то бегать, да, так и здесь. У нас же и стоматология очень много направлений, и хирургия, и терапия, и протезирование, да, ортопедическая стоматология. Каждый для себя выбирает направление изначально. Кто-то может совмещать разные направления, и такие доктора есть. Ну, давайте мы сначала про медицинскую часть, а в финале уже поговорим про, ну, как, другую составляющую. А это правда, что не очень здоровые зубы влияют на весь наш организм? Конечно. Это уже и доказано. Тут, мне кажется, любому, даже простому человеку это понятно. Ну, их же можно все вырвать и вставить этот, как он называется, во-первых, красиво. Съемные протезы. Одно время достаточно вот такая молодая группа пациентов очень часто приходили, когда вот где-то проблемы с зубами, и говорили, удалите мне все и поставьте мне вот это вот сленговое слово чавки, да? Да, да, да. Вот, полносъемные протезы. То, что создала природа... Она сделала не просто так. Не просто так. И, да, мы стараемся заменить и так далее. Но если говорить про съемные протезы, то есть это уже последняя инстанция, что мы можем сделать. Ну, да, все-таки надо делать. Что мы можем сделать. И пациент это с теми самими съемными протезами, то есть у них есть все равно проблемы. И нет такого, что вот поставил и забыл. И забыл. У нас, к сожалению, нет ничего вечного. У всего есть срок. И у организма тоже есть срок службы. И ресурсы заканчиваются. Но хочется же эти ресурсы продлить. И тут возникает вопрос. Мы же для нас, стоматолог, это всегда, с одной стороны, уважаемый человек, а с другой стороны, это всегда доктор, от которого какой-то идет импульс такой. Потому что ты сразу вспоминаешь, когда у тебя была там, ну, какая-то боль зубная, да? Она, в принципе, наверное, у любого человека бывает. Почему у нас в зубах нервы-то? Зачем они там нужны, чтобы нас так мучиться? Ну, ели бы этими зубами, ну, вырвали, поставили новые. Но там есть нервы. Может быть, нам это что-то показывает, что происходит в нашем организме? Ну, естественно, это определенная защитная реакция организма. То есть если есть где-то проблема, есть там кариозная полость, все же постепенно. Сначала маленькая кариозная полость. И мы, когда кушаем, мы чувствуем сладкое, да? Вот так, ну, легко. То есть такие какие-то моменты. Это уже первый такой звоночек. Уже можно идти. Да, когда человек должен понять и идти. Дальше, когда этот процесс проходит глубже, уже к нерву, как раз начинаются жалобы на холодное, на горячее. То есть опять звоночек. Но человек может... И это даже пропустить. Да, и это скажет, ну ладно, сейчас как бы вот... Сейчас прекрасно обезболивающее. Да, да, да. Да, в любой аптеке, пожалуйста. А потом раз и флюс. Да. А это уже гнойный процесс. И гнойный процесс, в зависимости от локализации, он может распространяться, ну, достаточно в опасной зоне. То есть человек может умереть от зубных болезней? Да. То есть если затянуть абсцессы, флегмоны, то есть по средостению это спускается все в грудную клетку, сердце. И все. Да. Поэтому стоматолог у нас врач не только для красоты, но это прежде всего врач для здоровья. Да, конечно. Если, например, человек удавляет зуб, ну, и нет у него возможности поставить имплант, потому что сейчас, обращая внимание, что в последнее время, если говорить о рекламном рынке, все-таки мы прекрасно понимаем, что стоматология, наверное, одна из таких самых, ну, затратных с точки зрения пациента болезней. Почему? Потому что, ну, хочется поставить, да, ну, ты на выбор, ты можешь, конечно, сделать и по УМС, там, пломбу, но, опять же, там, в зависимости от материала, от качества, опять же, любимый врач, нелюбимый врач, незнакомый врач. Но, тем не менее, очень важный элемент, что это действительно никуда не денешься. То есть сигнал, если организм дает себе сигнал, надо лечить. Нельзя это дело никак затягивать. Естественно, нельзя. И то, что входит в УМС... А что входит в УМС на сегодняшний день? Ну, достаточно большой спектр услуг. То есть, в принципе, если человек ухаживает за собой, следит за своими зубами, раз в полгода приходит на санацию полости рта, то есть на лечение кариесов, тех же самых пульпитов, иногда бывает так, что глубокая кариозная полость, и всё-таки уже, как бы, нервы спалился, пульпит. Всё это входит в УМС. И даже в экстренных случаях удаления это тоже входит в УМС. Но я помню просто раньше, ещё до всех времён, когда ты понимал, что болит зуб, даже никому в голову не приходило идти в поликлинику, сразу начинали искать каких-то врачей. И даже создавалось такое впечатление, что врачи специально создали такую систему, чтобы все сразу именно к стоматологу, да? Но на сегодняшний день, сколько в клинике у вас работает персонала, ну, врачей разных специальностей вообще? Ну, у меня штат порядка 100 человек. Порядка 100 человек служат в Люберецкой областной больнице, чтобы… Неправильно. Не в областной больнице, а в Люберецкой стоматологической поликлиники, да, стоматологической поликлиники, извините, да, да, да. 100 человек для стоматологической поликлиники, мне кажется, это очень много, это очень много. И всё равно, наверное, как у вас выстроена очередь? Так же, как и в областной больнице? То есть записаться надо на приём или немножко по-другому? Первое, дополню, что входит в УМС, что не входит. В УМС в основном не входит косметика. То есть то, что… Красивше. Да. Да. То, что человек хочет красоту, какие-то такие вот моменты, это, да, это не входит в УМС. Функционал, сохранение здоровья, да, это всё входит в УМС. В плане того, как записаться, система по Московской области везде одинаковая. Это и колл-центр, и пациенты прикрепляются, то есть им нужно один раз прийти, просто прикрепиться, и дальше они через приложение там могут записываться. То есть всё как и везде. А если у пациента там, не дай бог, острая боль, то есть он может прибежать, даже если он не прикреплён. Вы поможете, а потом уже будете выяснять там как-то. Ну, у нас есть возможность всё равно, скажем, оказание одноразовой экстренной помощи, то есть мы это можем и документально провести, и через все программы современные. То есть мы всё это можем сделать, и мы стараемся в течение 20-30 минут принять этого пациента. Ну, а теперь немножко отвлечёмся всё-таки от клиники, вот где поговорим о, может быть, даже немножко с научной точки зрения. В любой раз, когда приходишь в кабинет, а так как жизнь уже прожита довольно большая, а мы работники, как это раньше говорили, старые работники эрикультуры, мы должны следить за этим. И я вот обращаю внимание, насколько меняется оборудование, насколько меняется подход. Иногда ты получаешь услуги, особенно если платные, если есть возможность такая, ты, в общем-то, не замечаешь, ты не идёшь уже к стоматологу, как на какую-то там экзекуцию. То есть на сегодняшний день такое ощущение, что каждый день что-то новое в стоматологии происходит. Это действительно так? Новые составы, новые способы, новые материалы, которыми керамика была популярна, потом ещё что-то. Или что-то остаётся незыблемым? На самом деле стоматология за последние десятилетия очень сильно поменялась, очень так шагнула вперёд. И сейчас вот происходит именно тот момент смены поколений пациентов. Потихоньку вот те пациенты, которые выросли на такой вот, на той старой... Советско-постсоветская. Советская, да, и постсоветская стоматология, где не было сильных анестетиков, где стоматологические установки были, которые вот работали, когда я застал, да, и когда мы там препарировали, по-простому сверлили зуб, да, идёт вот эти вот вибрации, и это всё даёт и тебе в руку, и пациенту в зуб. То есть восприятие пациента, что ему отбойным молотком во рту что-то там отколупывают. Да. И сейчас современные установки, которые достаточно высокие обороты дают, и мы быстро и вскрываем, и нет вот этих вот вибраций. Современные анестетики. То есть всё это имеет место быть. И материалы, да? И материалы, да? Вот сколько сейчас материалов для пломб существует? От самой там, условно говоря, бесплатной ПМС до самой там, если человек хочет... Нет, если мы будем говорить именно про фирмы-производители, то их миллионы. Нет, я имею в виду сами материалы, не фирмы. Но сами материалы, есть общее название композиты, то есть композитные материалы. И дальше они уже подразделяются от, скажем так, есть фотополимеры. То есть, да, которые затвердевают, когда на них лампы светим ультрафиолетовые. Когда в очке одеваете такие специальные, да? Есть композиты химического отверждения. И, ну, есть определённые заблуждения у пациентов. Они считают так, что вот если световая пломба, она лучше, чем химического отверждения. Скажем так, не совсем так. Есть показания в плане прочности, что тот композит, что этот композит, они одинаковые. Но есть определённые показания. То есть, центральный зуб, жевательная группа зубов и так далее. Ну, плюс вот эти сена, это же среда, кислотная среда, где больше проходит и так далее. Это я уже так от себя добавляю. К сожалению, очень мало времени, а мы на самом интересном месте. Надо как-то, чтобы пришли, мы про зубы поговорили. Спасибо большое, Роман Викторович Антоненков, депутат света депутатов городского округа Люберцы, главный врач Люберецкой стоматологической поликлиники, был гостем нашей программы. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова